Сборище подростков с употреблением алкоголя. Главный тур называется, главный вписк в твоей жизни. Руководитель Рязанского центра защиты от интернет-угроз Владимир Рогов выступил за отмену в Рязани концерта одной из популярных групп. Музыкантов часто обвиняют в пропаганде нездорового образа жизни и ложных ценностей. Поют они песни для взрослых, а возрастное ограничение для концертов организаторы установили 12+, вместо необходимых 18+. Много случаев, когда мне, взрослому мужчине пишет совсем третиклассник, второклассник, пишет просто благим матом, оскорбительное просто показывает поведение. Но когда я этого третиклассника вижу тет-а-тет, ответ в принципе такой, а что такого, я же написал это в сети интернет. То есть вот именно для этого, я думаю, этот кодекс нужен, чтобы дать понять детям, дать понять подрастающему поколению, да и нам взрослым, как там надо себя вести. Этот кодекс обсуждается уже несколько лет на разных площадках, в том числе в общественной палате. По словам правоведов, вместе с кодексом должна появиться профессия информационный адвокат. Сейчас мало людей, компетентных в информационно-юридических вопросах и много казусов, например, связанных с уголовными делами, залайки и репосты. По словам старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Юлии Ромашкиной, ведомство и сейчас работает с информацией. Продажа каких-либо товаров, которые ограничены, скажем так, в обороте, либо вообще запрещены каким-либо способом. Ну что это может быть и водительские права, и дипломы об образовании, аттестаты об образовании, медицинские сертификаты. Ни для кого не секрет, что функцию родительского контроля обойти не составляет труда. Для того, чтобы защитить детей, и нужен кодекс, который бы устанавливал наказание за те или иные незаконные действия в интернете. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».